всем доброе утро друзья это наш очередной влог и сегодня у нас просто грандиознейшие планы на прогулку мы сейчас идем в кофе из берем кофе потом мы идем в львовские круассаны берем круассаны потом мы идем в маринку и все это вам снимаем вот такой вот рабочий отдыхающий денек ну и во всем этом разнообразии нам будет мешать наша дочь и который может капризничать и прорушить наши все планы посмотрим кто кого так сейчас мы выйдем уже напрямую и все будет хорошо ну сложности начинаются пока 10 в пользу дочи она не спит да по сравнению с тем мы гуляли на новопечерских липках там молодежь очень много с колясками а здесь естественно гуляем по печерску ближе к лавре тут к сожалению очень мало с колясками молодых семей в основном пенсионеры бабушки на лавочках сидят обсуждают сплетни обсуждают жизнь политику сейчас вам друзья покажу очень крутую детскую площадку во дворах дома на печерске смотрите ну не знаю у меня к этой площадке есть вопросы во первых почему в форме манежа чтобы дети никуда не убежали с другой стороны тут есть выход они спокойно по ступенькам поднимутся во вторых как-то она запустевшая куча мусора грязи никто за ней не ухаживает ну кому он это все-таки площадка все он ржавая трубы эти кто сюда придет гулять я честно говоря свою малую сюда не поведу гулять потому что она стрёмная эта площадка как-то она совсем не внушает уважение доверия две однотипные горки могли бы что-то разнообразить там одну сделать такую другую другую это интересную слазал понятно что это все строилось черти когда ну блин ну это бы следите за за следите за этим всем куча мусора никто не убирает пострадают молодые семьи с детьми хотя они страдают машине просто на нее не ходят смолой идем в круассаны сейчас сверху кап еще прикольный убирай вон круассаны не он там тоже есть это двойные да 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 разрезаны устроились за столиком взяли один голыцкий кроссом с курицей один какой-то посово русолода я какао решил попробовать зашли здесь покушаем быстренько ну конечно народ очень много все получилось 103 гривне на улице выглядит уже как он смотрит пахнет вкусно этот выглядит вкусно какая красивая чашечка Да, красивая чашка, тут подача намного лучше, чем если с собой. Вот этот халатский, он крутой. Помидоры, курица. Перебочки там еще, да, или что? Короче, очень вкусно. У жены тоже вроде очень даже ничего так кокосово на салоне. Очень много крема, правда очень сладкий. Да, я прошлый заварной тоже брал, был крем сладковатый. Ну ничего, вкусно зато. Крема реально много, поэтому жена его тупо выгребала. Это все равно сладкий, да, вот здесь? Да, он очень сладкий. То есть как пожелание, чтобы ложили меньше крема. Ну что скажешь по круассанчикам? Это вкусно, но это очень-очень сладко, и аж до тошноты сладкий просто. Я второй раз не хочу, лучше булочку пустую скушать, но без крема. Он реально сладкий, он неимоверный. Очень много, он такой весь сладкий, притомный, жирный. Ну, один укусить раз, два укусить, кажется, что вкусно, а потом уже не можешь его есть реально. У меня вот такое же мнение было в том влоге, когда я рассказывал, как я с заварным, заварным круассан. Да, я тоже самое рассказывал. Да, заварной вообще должен быть не сладкий. Ну и заварной он очень сладкий был, и поэтому я сегодня съел с курицей. С курицей, кстати, очень, даже неплохой получился такой сэндвич, круассан. Вот, и, ну, булочка сама мне понравилась здесь, то есть она очень хрустящая, крутая булка. Ну, а с начинкой перегиб откровенный, и нужно меньше ложить начинки, намного меньше. Сладкие. Сладкие, да. Я представляю, какое сладкие, там еще было типа сливки с клубничным, варенье, овощи, наверное. Вот так вот. А сейчас мы идем в Маринку гулять. На Швейцарии. Малая спит, это хорошо. Да, ладно покушать круассан. Да, какао тоже, ну, было такое, неплохое. Ну, не супер-купер, но неплохое. Обычно с круассанами нужно там брать типа воды. И пить воду со сладким, не сладкое. Или не сладкий чай. Чай у них тоже там был. А вот и он. Мариинский парк. Мы к нему уже пришли. Света, света, светофор. Два, один, и нам зеленый. Тут уже веселее, тут уже больше людей. И больше парочек с колясочками. Здесь тоже продают кофе. Yellow cup coffee. Продают мороженое, продают, наверное, лимонад. Вон, видишь, лимонад. А почему у вас лимонад? По 50 гривен. Угу. Спасибо. Лимонад 50 гривен. Всегда, поскольку себя помню, всегда вот эти люди, фа луни да фа, истина, доброта, терпение, занимаются. Китайская методика. Не знаю, не понимаю. Здесь находится Министерство охраны здоровья Украины. В котором я проработал два с половиной года. Так вот, в Мариинке, классно было. Выхожу в парк, погуляю на обед. Были времена. Здесь у нас Верховный Совет. Мариинский дворец. И, собственно, табличка с наименованием, чего в парке и в близлежащих окрестностях находится. Смотри, наконец-то, уже брали забор. Угу. На вход туда даже. Может быть. Было красиво. Сколько времени я простояла за забором. Люди гуляют. Наслаждаются пришедшей весной полноценной. Тут девчат катают на пони. Катают на машинках. И всячески пытаются привлечь ребятишек к действу. Вовлечь в их сети. Бизнесменов. Площадка обзорная. Сейчас мы туда подойдем. Открывается красивый вид на вертолетную площадку. И просто красивый вид на левый берег. Тетя Пони. Тетя Пони. А мы двигаемся дальше. А в дистанции я его поплачу рано летом. Ну не знаю. Давай так вдоль пройдемся заборчиком. В этом же парке находится музей воды. Вы уже там были. Рассказывали, показывали. Ссылочка в описании. Заходите. Смотрите. Очень классный, познавательный, интерактивный музей. Также в этом парке находится мостик любви. Мостик влюбленных. Уже обновленный. Сейчас мы, если все будет хорошо, до него дойдем. Вам покажем. Тут, конечно, нужно его смотреть вечером. Потому что он с подсветкой очень красиво смотрится. Он подсвечивается и очень красиво смотрится. Нечение видно из-за деревьев. Но там красивый вид. Здесь также находится стадион имени Валерия Лобанамского. Стадион Динамо. А здесь устраивали танцы. Раньше, по крайней мере. Сцена такая. Устраивали разные представления. Пенсионеры играли в шахматы. Хорошенькое местечко. Сейчас вон велопрокаты. Машинки. Электрическое. Гироскутеры. Сегвеи. Народ зарабатывает. О, даже батут поставили. Мини. Конечно, для малыша это рай покататься на машинке. Сюда можно даже футбол смотреть. Все видно через заборчик. Какой-то футбол идет. Какая-то игра намечается. Сейчас подойдем чуть ниже. Будет понятно. Красивый стадион. Какая-то мы с кошкой тоже частенько тут гуляли, да? Когда только встречались, начали. Фоткались здесь. Это было очень круто. Особенно осенних много. И всегда возле этого мостика обязательно кто-то играет. Ну да, мостик любви. Ну что, сейчас посмотрим на обновленный хваленый мостик. Правда, он сейчас не светится, но... Парковый мист построен в 1912 году. Ну, по проекту Паттона. Видно было на 83-й год. Я еще даже не родился. До моего рождения оставался годик. Ой. Саша, я забыл, я тебя не брошу. Семенец Наташа. Вселенная Нижна, ты на счастье. Начали тут. Это ж пока не заблали. Show business you are. Еще и рекламу продали здесь, на этом мостике. Первому мужу Анастасии. Интересно это. Наверное, стоит денег, чтобы так написать. Чего-то там... Чего-то же красивый вид открывается. На левый берег и на правый берег. Замочки. Как всегда. А это же в обратном направлении пошли. Где тут светодиоды? Что мне подсказывает, что их убрали, что ли? Или он книзу подсвечивается? В общем, непонятно. Ну ладно. Возвращаемся назад. Очень крутой мост. Приходите сюда. Признавайтесь друг другу, любви и целуйтесь. Мене чекают. Кохана чекает. Там. Сзади. Аншлаг на стадионе. Полная трибуна. Тут еще такие вот насекомые водятся. Прикольная гусеница. Музыка закончилась. Музыка закончилась. Прикольно. В общем, в тему песенка. Музыка. 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 Белый моря И всю наш соседний И далекий наш Дальний корабль Да, вот так душевненько В парке на Римлянском Прячется Привет, привет Привет Переместили Переместили Перемест